Задумывались ли вы хоть когда-нибудь, что DualShock 4 не идеален, что вам не хватает кнопок или расположены они как-то не так? Да? Тогда это видео для вас. Не так давно Sony неожиданно представила Bug Button Attachment, девайс, расширяющий возможности стандартного геймпада PlayStation 4 и возвышающий его до уровня профессиональных геймпадов Skaf или Razer. Но это не точно. Стоят такие экземпляры, как сама консоль, а вот новинка от Sony продается всего за 30 долларов или евро в зависимости от региона. Так что очевидно это выгодная покупка, но так ли все хорошо? В этом видео расскажу как эту штуку настроить, насколько это удобно и как эти кнопки отразились на моем скиле. Начнем с комплекта и тут все очень лаконично. Две бумажки с инструкцией и сам девайс. Каждый раз произносить Bug Button Attachment безумно идиотское название, можно язык просто где вас ломать, поэтому буду обзывать девайс, кнопки или как-нибудь еще. По первому ощущению, когда берешь этот девайс в руки, это просто кошмар. Материалы выглядят и ощущаются гораздо дешевле, чем на самом дуалшоке, а кнопки гремят и болтаются. В общем, больше похоже на какую-то безделушку баксов так за 5. Но нет, это оригинал, который я купил по безумно конской цене. 229 дирхам или на понятные деньги 62 доллара. Довольно дефицитная штука, скажу я вам и найти ее было довольно таки проблематично. Ну да ладно, состыковка с дуалшоком происходит через нижний разъем, входит довольно туго, но сломать что-то просто нереально. За 3,5 мм разъем можете не переживать, он дублируется. За что стоит переживать, так это за вес. Сама по себе эта штука весит немного, но вот в связке с геймпадом прибавка уже довольно таки сильно ощущается. Реально после пары каток в форточку, руки с непривычки подустали, но это даже плюс. Если ты дрищ, то можно не ходить в качалку. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Теперь про саму настройку. Инструкция не пригодилась. Включил геймпад, загорелся маленький OLED дисплей по центру. Нажал на него один раз и все, ты как раз таки в меню настройки. Нажатием на кнопку выбираешь ее значение. Доступно 15 разных вариантов. Точнее 16, но последнее это просто пустое место. Есть 3 профиля, между которыми можно переключаться на лету прямо в игре и это действительно удобно. Для Fortnite это одни настройки, для батлы другие. И чтобы каждый раз не париться, просто биндишь под каждую игру свое. Все! Никакого дополнительного ПО, никаких заморочек с подключением к ПК и прочих танцев с бубном. Да, здесь нет такой гибкости, как в дорогущих про-контроллерах, но для большинства людей это в общем-то и не нужно. Теперь немного об удобстве и опыте эксплуатации. Во-первых, стоит понимать, что это именно кнопки, а не курки. К тому же их всего 2. Центральная круглая кнопка создана только для настройки, назначить на нее ничего нельзя. Во-вторых, они очень сбалансированы, случайных нажатий не было ни разу. Средние пальцы правильно ложатся в специальные выемки и принимают естественное для себя положение. Проще говоря, эргономически кнопки расположены идеально. И в-третьих, задействуются те пальцы, которые обычно не используются. Это сложно принять с первых минут, нужно прям отдельно давать команду нейронам куда-то глубоко в мозг, чтобы задействовать давно атрофировавшиеся пальцы. Спустя буквально день, каждый клик уже делается на автоматизме и на это попросту не обращаешь внимания. Недостатком DualShock 4 по праву можно считать его автономность и эти кнопки тоже требуют энергию. 3 часа. Столько теперь работает мой геймпад. Ему уже, конечно, 6 лет и это огромный возраст. В следующем году он отправится в первый класс, но все же 3 часа. Ты привыкнешь. И еще, пока мы не перешли непосредственно к игровому опыту, стоит отметить, что физически у вас стало больше кнопок. Но вы можете их только переназначать. Расширить возможности заранее созданной разработчиками игры не получится. Вы не сможете на одну кнопку забиндить комбинацию или хоть каким-то образом добавить непредусмотренную заранее функцию. В любом случае, это дает небольшое преимущество. Руки не выпрямляются, урон ваше оружие само не наносит, а им остается на прежнем уровне и реакция резче не становится. Чудо не случится. Эта штука просто перемещает кнопки в более удобное место. Я среднестатистический игрок. Багбаттон аттачмент на момент записи видео у меня только третий день и я не стал играть заметно лучше. Все еще бывают первые места, все еще бывают позорные сливы, но определенно в некоторых моментах стало гораздо проще. В Fortnite я оставил стандартный бинт, прыжок и стройку. Теперь я могу это делать, не убирая палец с правого стика. Думаю, не стоит рассказывать, какие преимущества это дает. Конечно, так можно было делать и раньше, но приходилось буквально ломать пальцы. Тут я хотел пересказать, как использую багбаттон аттачмент в Apex, Battlefield 5, GTA 5, но это напрасная трата времени. Потому что если вы играете в игры, то сами прекрасно понимаете, что есть действия, для которых нужно быстро перемещать палец с кнопки на кнопку. И вот эта миллисекунда может стоить жизни. Это справедливо не только для онлайн игр, но и для сингловых проектов, конечно же. Нашел на реддите обсуждение, кто и как использует эти кнопки. И есть действительно любопытное решение, например, для Sekiro, Dark Soul и Bloodborne. А это, как вы знаете, игры, в которых очень важна скорость. В завершении хотел бы привести небольшой пример. Геймпад от Razer стоит 16 тысяч рублей. Trustmaster 15. Скаф в России официально не продается, но это около 20 кусков. Багбаттон аттачмент 30 евро в Европе. Но я купил его за 62 доллара или плюс-минус 4 тысячи рублей. Согласитесь, разница огромная. Даже если добавить сюда сам DualShock 4, если по какой-то причине его у вас нет. Да, у вас не будет профессиональных функций, типа сменных стиков, регулировки чувствительности и эссенсы. Но, если есть владельцы таких геймпадов, как часто вы пользовались всем этим? Пожалуйста, прошу написать свой ответ в комментариях. Я же не рекомендую покупать вам багбаттон аттачмент, если вы не ответите для себя на вопрос, зачем вам это нужно. Субтитры сделал DimaTorzok